Добрый день, друзья! Кто бы мог подумать, что рога есть не только у баранов, оленей и прочих представителей копытных, но и у насекомых. Оказывается, есть, да еще какие! Но прежде чем я буду о них рассказывать, напомню, что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Приятного всем просмотра! В тропических лесах Центральной и Южной Америки обитает один из самых крупных жуков – жук геркулес. Максимальная длина самцов этого вида достигает 17 сантиметров. На голове самца находится большой рог, направленный вперед с несколькими зубцами. На передней спинке находится второй большой рог с двумя зубцами. Жук окрашен довольно строго. Тело самца черное, а надкрылья оливково-зеленого с черными пятнами. Самки просто консервативно черны и не имеют рогов. В борьбе за самку жук геркулес, приближаясь к сопернику, покачивает грудью и издает низкие звуки, похожие на скрип. Основной прием боя – толкание и поднимание противника. Именно для того, чтобы поднимать врага над землей, и используется рог, в который захватывается противник, как в клеще. Жук-носорог распространен на территории Европы, Северной Африки, на Кавказе и даже в Сибири. Своё небольшое название он получил благодаря небольшому наросту на голове, который внешне очень напоминает рог носорога. Окрас жуков варьируется от темно-красного до черного, и зависит это не только от мест обитания, но и развития жука. Чем крупнее и сильнее, тем красивее окрас. Жуки-носороги не только очень красивы, но и полезны. Их личинки развиваются в стволах погибших деревьев и питаются разлагающейся древесиной. Таким образом, они являются важными участниками круговорота веществ. Жук-носорог способен передвигать груз в 850 раз превышающий свой вес. Известно также, что крупные самцы жуков-носорогов могут переносить по воздуху и даму своего сердца, но только в том случае, если они достаточно крупные. Самым крупным рогатым жуком, обитающим на территории Европы, является жук-олень, названный за достаточно массивные рога, очень похожие на рога настоящих оленей. Три острых конца направлены внутрь, навстречу друг другу. На самом деле, то, что принято называть рогами жука, не является рогами. Это видоизмененные верхние челюсти, которые служат средством защиты от естественных врагов, помощниками при добывании еды и настоящим украшением вида. Это оружие, которым жуки не бодают, а кусают, подобно тому, как кусают клешнями раки и крабы. Мощные челюсти позволяют жуку-оленю есть твердую пищу. Однако представители этого вида предпочитают питаться только соком деревьев и других растений. Самцы часто устраивают между собой соревнования. Предметом спора может стать пища или самка. Во время боя соперники атакуют друг друга мощными рогами и пытаются сбросить противника с дерева. Жук-олень относится к вымирающему виду и занесен в Красные книги многих стран. Жук-землерой или циротофий-многорогий населяет степи и полупустыни Евразии, Средней Азии, Украины и встречается очень редко. В основном активен в ночное время, питается экскрементами млекопитающих, лошадей и крупного рогатого скота. На переднем крае передней спинки самца развит длинный рог, направленный вперед. У самки на этом месте находятся два низких и острых бугорка. Вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Лунный копр. Жук-копрофаг. Обитает в Европе, Иране, Сирии, Турции и в России. Существует около 250 видов жуков этого рода, при этом на территории нашей страны встречается пять видов этого жука. У самцов голова поперечная, на наличнике имеется глубокий вырез, а на темени имеется длинный, практически прямой рог с двумя бугорками сзади. Эти жуки в большом количестве встречаются на пастбищах крупного рогатого скота. Жуки хорошо летают и проявляют активность, как правило, по ночам и собираются возле источников света. Колоед бык или колоед двурогий. Самый сильный жук может удержать груз тяжелее собственного тела в 1141 раз. Благодаря их жизнедеятельности ускоряется процесс разрушения органических веществ в навозе, что в свою очередь повышает плодородность почв. У самцов имеются крупные рога, которые он использует в борьбе за самку. Но далеко не все самцы имеют рога. У некоторых на голове есть лишь небольшие выступы. Жук-слон, известный также под названием Мегасома-слон, обитает в дождевых лесах Мексики, Центральной и Южной Америки. Длина его тела может превышать 12 сантиметров. Взрослые жуки с трудом умещаются на ладони. Жук впечатляет своими размерами и обладает большим рогом, напоминающим слоновий бивень. Такой рог бывает только у самцов. Жуки хорошо летают и способны преодолевать значительные расстояния в поисках еды, хотя предпочитают передвигаться при помощи своих ног. Самцы отличаются свирепым нравом и, завидев соперника, немедленно бросаются в драку, стараясь поддеть друг дружку рогами и перекинуть на спину. Один из крупнейших жуков в мире – бразильский дровосек большезуб. Обитает в Южной Америке, Перу, Бразилии, Эквадоре. Латинское название вида дословно переводится как «крупнозубка оленя рогая». Максимальная зарегистрированная длина самца – 178 миллиметров. Жук имеет относительно короткие усики, но сильно развитые изогнутые парные челюсти, зубчатые мандибулы в форме рогов, предназначенные для измельчения твердой пищи. У крупнозуба оленя рогова – коричнево-черные и желто-бурые крылья с очень сложными узорами на надкрыльях. Эти жуки находятся в списке Международного союза охраны природы, так как этому виду грозит исчезновение. В Юго-Восточной Азии и Малайзии обитает не менее интересный жук Атлас. Своё имя он получил в честь древнего мифического божества, державшего на своих плечах небесный свод. Другое название этого жука – кавказский жук. Атлас широко распространен в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии. Самцы Атласа могут порастать в длину до 12 сантиметров, на голове они имеют небольшой рог, а на спине специальные выросты. На юге Северной Америки обитает бабочка Цитерония королевская. Её личинка – рогатый дьявол – выглядит очень угрожающе и похожа на маленького дракончика. Всё её тело покрывают короткие шипы, а голову венчают длинные острые рожки. Сама личинка имеет тёмно-зелёный окрас с чёрными пятнами, роговые наросты окрашены в насыщенный оранжевый цвет, остальные шипы чёрного цвета. Эта необычная гусеница после стадии куколки превращается в шикарную бабочку и, конечно, никаких рогов у бабочки уже нет. Друзья, пишите в комментариях, знали ли вы о существовании рогатых жуков раньше. Если этот ролик вам понравился, то самое время подтвердить это лайком и подпиской. Нажмите также на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и поделитесь ссылкой со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале Необыкновенная Вселенная. Всем здоровья и до новых встреч!